Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ Отлично? Да Все, хорошо Это люди, которые ответственны за наше с вами настроение после новогодних праздников То есть вот так вот все закончилось Мы с вами выходим на работу Жизнь не мила, хочется продолжать дальше А тут раз и на экранах комедия под названием «Убить босса», которую эти двое и представляют Мы с Юлькой, как все нормальные люди, естественно, посмотрели только трейлер Потому что фильм понятный делающий Пока еще нечего смотреть Ну и тем, кто, может быть, еще не в курсе Скажем, что там, значит, главные герои — это три друга, которых настолько задолбали их боссы, что они решают их убить И вот сразу же, друзья, первый такой вопрос Вы не боитесь, что фильм вышел, а вам на следующий день постучали? Потому что шутить нынче становится опасным Как это вы показываете способы устранения людей? Ай-яй-яй-яй-яй Давайте-ка пройдемся Более того, мы их пробуем в кадре Все эти способы И способы, надо сказать, откровенно довольно изощренные и необычные Поэтому приходите с блокнотиками и записывайте, ребята То есть вы уже начинаете прямо сейчас призывать К чему нет? Призывать к чему? К чему? К чему? К насилию над боссами? Призывать к локальному насилию Не обязательно над боссом Это ваш босс ведь считается? Не было у вас желания Ну, на тот момент она была моим боссом Применить к ней И боюсь, что на примерном показе Тоже будет возможность у нее проявить Все начальнические вот эти вот фишечки Вот Айсура сейчас сказала было Давайте послушаем Какие были интересные моменты Ну, я так понимаю, что За которые хотелось ей тот зеленый порошок Который в трейлере предлагал школьник продать То есть на себе буквально прочувствовали На самом деле с Айсу невероятно удобно работать И Айс, спасибо тебе большое За то, что ты выдернула меня Из Игоря Валерьевича Мухича И предложила такое замечательное приключение Спасибо Рома, тебе спасибо, что ты не убил меня На съемочной площадке Я так тебе благодарна за это А было за что, Айсура? Боюсь, иногда было Я как любой босс Хотя в целом, мне кажется, я очень адекватный Да, Рома, подтверди, пожалуйста Да, это правда Она бьет меня под столом Я буду идем кивать В этот момент нужно видеть, да, лицо Романа Когда он говорит, конечно Я сейчас заплачу с вами, Роман Я же поэтому спросила Есть ли камера под столом? Нет, окей Камера, кстати, по поводу видеотрансляции Друзья, не забывайте, что наших гостей Можно не только слышать, но и видеть Заходите в официальную группу Юмор.фм ВКонтакте Или открывайте наш сайт веселаярадио.ру Потому что там есть видеотрансляшка Айсурат, мы вот почитали вашу биографию И Нам практически ничего нет Вот у меня есть своя киностудия Это все, что мы о вас узнали То есть вы Возглавляете Собственную киностудию Да, и кинокомпания Ника Да, и наверняка каждый день Ну, не каждый день Но когда вы на работе Точно сталкиваетесь с отношением Что Ну вот, женщина Без специального кинообразования Да Ну вот Вот у нее как-то появилась эта студия Как вы доказываетесь, что вы достойны своего места И занимаетесь тем, чем вы должны заниматься В очередной раз Айс докажет это Когда картина в январе выйдет на экран И вы увидите, что у нас получилось Что же вы нас отсылаете Может, мы с вами еще не доживем Может, конец света случится Нет, 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 нет Мы хотим сегодня, как в той песне Юля, вы знаете, я уже давно никому ничего не доказываю Было время поначалу, действительно Когда я такая, вот, в меня никто не верит Задает вопросы Как же так? Ты такая молодая Открыла свою кинокомпанию Меня это, скажу честно Немножечко даже напрягало Да, что же мне делать? Как же всем доказать, что я молодец? Что я все сама умею? А сейчас уже давно я получаю удовольствие от процесса И просто делаю то, что мне хочется делать Вот и все А так, да, я сталкивалась с тем, что Женщина, да еще и молодая Там в 30 лет уже основала свою кинокомпанию И снимает свои полнометражные фильмы Сейчас уже, ну, я не заморачиваюсь Слава богу, вот выходит моя первая большая работа Мы уже работаем над второй работой Поэтому доказывать ничего никому не надо Пусть смотрят кино А есть какие-то артисты, с которыми вы прям вот У вас мечта-мечта поработать И вы уже готовы их пригласить Может быть, даже зарубежные есть Юлечка, ну, начнем с того, что Одна мечта уже сбылась Сидит рядом, тыкает меня под столом ногами Теперь его очередь распинать Мне нравится Молодой поцелованный артист Такой пиарщик, да, Исурат То есть задаешь вопросы девушке Но сначала всегда вступает в разговор роман Я бы хотел дополнить еще ответ Айсу По поводу того, что Если задавали ей вопросы Относительно отсутствия профессионализма и образования В этом, кстати, секрет того, что мы нашли общий язык Потому что у меня нет актерского образования А мы знаем, мы читали вашу биографию И все знают вам, к сожалению, все знают Черт, они меня загуглили Ну ладно, там всего 2-3 статьи, Роман Ну что Слушайте, а вот как попасть в кино без образования? Раз уж вы об этом заговорили Заметьте, не я это предложил А вдруг мы тоже можем, мы сидим тут Ну не только мы Я думаю, что каждый человек, который нас сейчас слушает Ну не каждый, хорошо, через один думает О, я такой классный, креативный У меня такие есть актерские способности Я тоже хочу сниматься в кино Так думает каждая семья Да, да, есть такое Вот как туда попасть? Быть таким талантливым, как Роман Который только что пнул меня опять So sweet, thank you Скажите, Айсурат, у меня такой вопрос Вы актриса И вы красивая женщина Потому что мы посмотрели ваш инстаграм И вам не обидно, что вы ушли из кадра? А сейчас недостаточно того, что Айсур в студии Вы красивая женщина, мы посмотрели ваш инстаграм Ну нет, мы просто посмотрели Там мы это увидели Она пластичная Но мы до того, как познакомиться, конечно же, погуглили Подожди, давай Роману скажем, что мы в его соцсети тоже заходили Чтобы человеку не было обидно А, так вот кто эти двое людей, спасибо И про лайкали Ну просто все последние два лайка Это от меня и от Юли Роман, он же не ушел из кадра А Айсу, она как бы себя спрятала от зрителя Вам не хотелось бы вот как-то Раз вы, у вас собственная компания Вы можете сказать Так, тут главную роль буду играть я Роман, а ты второстепенную Могу, но это будет не совсем правильно Я же снялась в своем проекте Убить босса У меня там есть роль Я, правда, пока не могу говорить, кого я там играю Но, а главная роль Это не совсем профессиональная Потому что если ты будешь в кадре постоянно Ты не можешь успевать заниматься другими вещами То есть когда ты генеральный продюсер На тебя огромное количество Еще целый пул ответственности, да А так ты не будешь совмещать И выйдет как бы, ну, не очень хороший продукт И там не очень И здесь не очень получится Ну и я к себе очень трезво отношусь То есть чтобы сделать действительно очень хороший Качественный продукт в качестве актерской деятельности Да, это нужно всецело быть поглощенным процессом И совершенно не заниматься ничем другим более Айсурат, а правда, что есть такое понятие В киноиндустрии, ну, как продающий артист То есть ты берешь Романа Да Да, условно там Романа Или Алексея Петрова Он ходит по рыночным рядам И знаешь, что фильм в любом случае Выстрелит и станет хитом Потому что здесь есть вот этот человек Не совсем так, к сожалению В России нет таких имен На которые обязательно пойдут в кино И этот человек сделает кассу Нет у нас таких То есть хороший сценарий И хороший актерский состав Который на своих местах Вот это вот залог, наверное, успеха Сценарий, каст, да Основные, наверное, 60% успеха Любого фильма успешного 40% монтаж, конечно Да Роман Согласна Для вас вот что приоритетнее Сниматься в кино Работать на радио Или выступать со стендапом Я не выступаю со стендапом Вы, видимо, пользовались Рамблером А не Мы пользовались Бинг Поисковиком Альтовиста 1994 год Я не выступаю со стендапом Я байкер Я рассказываю байки Я сторителлер Скорее в стендап-вечеринках Но из всего перечисленного Конечно, приоритетнее Работа в кинопроизводстве То есть вы прям почувствовали Что это ваше Да Так у человека Никак не могу оттуда вынырнуть И меня все устраивает Персонаж Мухича Только-только, можно сказать Рождается на глазах Я так понимаю, что история Будет продолжаться И под этого человека Будет отдельный фильм Нет, не фильм Это спин-офф-сериал И мы снимаем уже Спин-офф для непросвещенных По-русски Что это? Смотрите, когда выходит Основной продукт Когда выходит Иногда бывает, что выходит Приквел То есть предшествующая история Основной Сиквел Продолжение Спин-офф Ответвление От основной сюжетной линии Выйдет Убить босса Я искренне надеюсь Что будет у нас Какой-нибудь приквел Убить босса Становление персонажей Почему они захотели Убить босса? Быть может Потом сиквел Но тут к гадалке не ходи Точно Вторую часть мы замутим И сейчас Что удивительно С автором И режиссером Кинокартины Убить босса Он сейчас В кресле режиссера Проекта Про Игоря Мухича То есть у вас там Такая тесная связка Нормально так Они уже по блату И мы с Лешей Зотовым Работаем И совершенно великолепно Себя чувствуем Я правильно поняла Что не всех боссов Убьют в первой серии? Сыромы Они пытаются Выводить информацию Спойлер Слушайте Я вот хотела спросить Прости, Юль Что перебиваю Но мне прям вот интересно Сейчас Как бы Фильм на фильм Не приходится И отношение К российскому кино Очень такое вот Да И вам не страшно Вот Свой продукт Снимать А потом Вот какие-то Негативные отзывы Получать Так чтобы Приходилось Блокировать И это тоже Общение Нет Мы никого не блокируем Никогда А чего бояться? Того что Кому-то что-то Может не понравиться Ну если их много Слишком Любым продуктом Ну да Как и любой артист Всегда находит своего зрителя Даже вот Саша Рева Например Да Ну кто бы мог подумать Нашел Люди ходят Смотрят Слушают Он сейчас такой сидит Аааа За что так же У нас ведь звучат его песни Ааа Я вам не завидую И не только песни Ааа Я как раз хотела спросить А это вообще нормально Что в кино сейчас снимаются КВНщики Телеведущие Там Это вообще огородка С каменью Ну а кто А почему тогда Нас там до сих пор нет С деточками Это вопрос не ко мне Это Кресур Ну теперь-то мы знакомы Мы теперь можем вас спросить Ты точно продюсер? Роман А вам часто пишут В соцсети Или вы сразу всех блокируете Я такой классный Вот стендапер Вот послушайте Вы материал Помогите мне как-нибудь Да Или сразу всех блокируете Нет конечно Приходится иногда даже Слушать чьи-то песни Читать сценарии Ну когда есть силы И на мне не висят Все мои дети Одновременно Я с большой радостью Все это Зачем я это сказал в эфире Теперь еще больше Довольно сообщений Нету романа Нету времени Он никогда ничего не читает Никто не шлите ему Ничего А было такое Что вы прочитали И такие О точно Я должен вот показать Или я там должна Этого человека у себя там снять Или сценарий Его экранизировать Прям было такое У меня было такое Когда человек прислал мне Идею номера И я посоветовал его Редакторской авторской группе Одного юмористического шоу Они ознакомились Потом связались с этим человеком И написали на его На основе его идеи Неплохой этюд Ну и мы заплатили хотя бы Ну он не ушел С пустыми руками Роман тоже в какой-то степени Продюсер Смотрите Айсурат Захватывает дорожку тут Ну мы ребят Предложили вам Хотели предложить вам Немножечко поиграть Разбавить так сказать Обстановочку Да Действительно Поиграем Прям уснули Ой-ой-ой А вас уже перестали Под столом Пинать ногой Вы ничего не докажете Что происходит Смотрите ребят Поскольку Поскольку Вы у нас Вот Юля Это уже Раздает вам Кнопки Давайте Что это? Реквизит? Что это? Это тревожные кнопки Сейчас у нас будет Викторина На знания Вами Сейчас будет Викторина Для Юли На стереотипы Ой, мне не достался кабан Даже удивительно Посмотрим Насколько хорошо Вы знаете Наше кино Вы уже Попробовали Да? Положите Вот чтобы Первым Назвать на кнопку Если вы знаете Правильный ответ Мы будем ставить вам Фрагменты Из известных Кинокартин И тот Кто первым угадает Нажимает на свою Тревожную кнопку И отвечает Кто бы видел Эти кнопки Которые нам раздали А их можно увидеть Заходите В видеотрансляции Вконтакте Айфаэй Вы на свою Нажмите Чтобы мы Да Это Айсурат Да Это я Какому-то из интим-салонов Вы сделали лекарство Роман Можно вашу кнопочку проверить? Да, конечно Что? Это я сам Это еще Я на кнопку не нажимал Ну что Давайте уже Соберитесь Все Хватит Вот эти ваши хихоньки Нас выгоняют Нас выгоняют Мы же не на юмор Сиграем У нас серьезная игра Проваливай Начинаем Итак, первый фрагмент Андрей Я Алкач 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 Никто даже не нажал Вы что не знаете Я тебе говорила Что это сложное задание Это сложное задание И совершенно непонятно было В какой момент начнется Это Уникальная игра И вот она началась А я не был готов После объявления солнечной Андрей Я Алкач Алкач Андрей А ты ходок 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 Рома Пошли отсюда Хорошо Давайте Это был фильм Осенний марафон Осенний марафон Конечно Это же Басила Шевелин Ну конечно Конечно Да Знаем Вчера всю ночь Пересматривал Несколько раз Просто вы увлеклись Пищалками Второй фрагмент Дай Дай 10 копеек Дай 10 копеек Дай 10 копеек Дай 10 копеек Классика Ну Собственно 12 стульев 12 стульев Прекрасно Надо на куриную ножку Нажать Нажал Нажал Я что-то пропустила Надо громче Наверное Фрагмент номер 3 Слушаем Ну к примеру Обочу вашу дочь Женюсь на ней У вас и связи имеются И денежки водится А? Агнеса Ивановна Ой-ой-ой-ой-ой А я ушла Меня уже нет здесь Айсурад говорит А знаете когда я вас Перестала слушать Пять минут Ну киношники Ну что происходит Это вообще Это фильм курьер Ну как можно Не знать фильм курьера Ну я не знаю Фильм курьера И что? Вот после нашего разговора Придете домой Отберем у вас куриную ножку У меня есть такой Гнилой знакомый Который на все говорит И что? И что ты не сделаешь? Как вы не знаете Не знаю И что? Следующий фрагмент Одна жена любит Одна одежду шьет Одна пищу варит Одна детей кормит Ну этот Роман Белое солнце пустыня Вы знаете Я хотела сказать Солнечный удар Потому что я забыла Название этого фильма Ничего Вы говорите Любой вариант Потому что вдруг попадете Таможни дают добро Одна не дали До свидания Мадам Бардо Роман День радио Конечно же День радио Отлично Она же вот Сейчас как раз Только думать начала Простите А вы потом нарежете И когда повтор будет Она все выиграла Поздравляем вас Вы выиграли Вот этот вот Бутафорский мандарин Который у нас лежит На столе Как хорошо Что я даже не боролась Что я даже не пыталась Тогда мы вам подарим Бутафорские билеты На нашу премьеру Кстати Про Новый год Вы куда-то уезжаете Какие-то у вас есть планы Вывести троих детей? Да Вывести их во двор Пусть они там повеселятся А как же гонорар За убить босса Шикарный мальти Вы знаете Когда мы сняли этот фильм Мы сняли его не вчера А у вас наверное Еще и съемки Да Все новогодние каникул Ну как принято Корпоративы Роман же видит Ёлки Ваши бы слова Да богу в уши Я бы сказал А что До сих пор кризис В ивент индустрии Да Представляете Тут Просто какая-то Болячка в воздухе Говорят витает Из-за нее Какие-то задержки Немножечки у нас С заказами Может наговаривают Не знаю По крайней мере Кино снимается Кино снимается И это прекрасно Заходите Хорошо Мы придем на вашу премьеру 13 января На фильм Убить босса Ура Ну что Большое спасибо Нашим сегодняшним гостям Напомню Что у нас были Роман Попов И Айсурат Шаманова Да Спасибо вам большое Это вам спасибо Вы дай нам похрюкать Хотя бы Да Пожалуй Это самое яркое впечатление У меня да Наши визиты на Юмор ФМ Может быть Это вдохновит вас На какую-нибудь Новую картину Инстаграма Инстаграм Инстаграм потом Давай Девочкина Погнали Снимаем Вы понимаете Что сейчас кровь из ушей У слушателей Еще раз Я записалась Еще раз Еще раз Ребят простите Нас записывают на Инстаграм Я бы предложила Это сделать За эфиром Давай Девочки Ну сначала Расскажем людям погоду Да И попрощаемся Большое спасибо Радиокушатели Спасибо Что вы выдержали нас В союзе Спасибо Было весело Нам так точно Не знаю как вам И приходите на фильм Убить босса Одна Юля Хорошо А две Шоу На юмор ФМ Субтитры сделал DimaTorzok